Условный экстремум Что мы там в прошлый раз говорили про зависимость и независимость Мы рассматриваем функции y1 равно f1 от аргументов x1 и так далее xn и так далее Всего m штук функций ym равное fm от x1 и так далее xn Число функций и число аргументов могут быть любыми n может быть больше m, наоборот, может быть равно Ну и если говорить без всяких формул То в каком случае мы называем эти функции зависимыми в какой-то области d Изменения переменных x1 и так далее xn Если одну из этих функций, неважно какую, можно выразить через остальные То есть записать, я не буду еще раз писать, в виде y, там, катая, равно какая-то функция φ От y1 до ym, кроме самого yк Ну и мы сформулировали и доказали такую теорему о зависимости функций Значит, мы вводим, во-первых, матрицу А Составленную из частных производных первого порядка этих функций Первая строка – это частные производные первой функции df1 по dx1 и так далее df1 по dxn Ну и так далее Последняя строка – это частные производные последней функции dfm по dx1 и так далее dfm по dxn Вот такая матрица, элементами которой являются эти частные производные Ну а сами частные производные – это тоже функции Поэтому иногда говорят, что это функциональная матрица Ну и дальше мы рассматриваем тот случай, когда число аргументов n больше или равно, чем число функций В применении к матрице это означает, что число столбцов, а число столбцов n штук больше или равно, чем число строк И вот мы рассматриваем, значит, если n больше или равно m, то у этой матрицы можно рассмотреть несколько якобианов, ну, лучше сказать, несколько миноров m-того порядка Вот из этих n столбцов выберем любые m, они образуют эти столбцы Это уже будет квадратная матрица, образуют некую квадратную матрицу А определитель ее – это есть якобиан соответствующих функций по соответствующим аргументам Так вот, теорема 6, которую мы доказали, она звучала так Я не буду еще раз полностью все тут писать Что если, ну, прежде всего мы требуем при определении зависимости функций, чтобы они были дифференцируемыми То есть с самого начала мы вводим понятие зависимости только для дифференцируемых функций Это потому, что потом вот эти теоремы 6, и сейчас мы еще одну сформулируем Они связаны с дифференцируемыми функциями Так вот, если функции исходные, вот y1 и так далее, y, дифференцируемые в некоторой окрестности омега-точке m0 И если в этой точке m0 какой-то из якобианов m-того порядка Вот их, если n больше, может быть несколько, какой-нибудь один Отличен от нуля, то этого достаточно, чтобы функции были независимыми Вот в этой окрестности омега-точке m0 Мы доказали эту теорему от противного Мы предположили, что они зависимые И тогда оказалось, что этот самый якобиан тождественно равен нулю В том числе и в точке m0 А раз так, то мы получаем противоречие Поскольку по условию в точке m0 он отличен от нуля Ну и вот я напомнил эту теорему Теперь давайте сформулируем следствие из нее Если функции Я не помню, по-моему, мы их нумеровали номером 1, что ли Ну, если вот данные функции, так скажем, если данные функции Зависимы Зависимы В некоторой области В некоторой области То все якобианы Ну, лучше сказать так Все миноры m-того порядка М-того порядка Ну, это и есть якобианы соответствующих функций по соответствующим аргументам То все миноры m-того порядка матрицы А Тождественно равны нулю в этой области Ну, доказательство очень простое В процессе доказательства Даже мы не будем ее записывать В процессе доказательства теоремы 6 Мы предположили, что функции зависимы И тогда оказалось, что вот тот минор, который мы рассматривали Тождественно равен нулю Ну, абсолютно такое же доказательство для любого другого минора m-того порядка Ну, а теперь мы сформулируем общую теорему Значит, теорема 7 В скобках так и можно написать Общая теорема о зависимости и независимости функций Общая теорема о зависимости и независимости функций Пусть, пусть будут 4 условия Первое условие Функции f1 И так далее fm Здесь мы уже не будем требовать, чтобы n было больше или равно m Совершенно не важно n как связано с m Пусть функции Но m штук функции, n штук аргументов Пусть функции f1 и так далее fm Дифференцируемы Дифференцируемы В окрестности Ну, опять же Эту окрестность назовем Обозначим буквой омега В окрестности омега Точки m0 С координатами x1 с нуликом И так далее xn с нуликом Второе условие Все частные производные первого порядка этих функций А можно просто написать Все производные Все производные df и тая По dx ж тая Значит, и пробегают значения от единицы до m То есть берутся производные каждой функции И g пробегает значения от единицы и до n То есть здесь фигурируют частные производные каждой функции по каждому аргументу Все вот эти частные производные непрерывны в точке m0 Непрерывны в точке m0 Понятно, что само существование этих частных производных следует из первого условия Раз функции дифференцируемы, то они имеют частные производные Но не обязательно непрерывные, значит, это дополнительные требования Третье условие Третье условие Имеется минор Имеется минор r-тово порядка r-тово порядка Ну, понятно, что r не превосходит m и не превосходит n Но какого-то r-тово порядка Матрицы А Матрицы А Не равной нулю в точке m0 Вот в самой точке m0 имеется минор р-тово порядка, не равной нулю Четвертое условие Все миноры Все миноры r-тово порядка Матрицы А Тождественно равны нулю в окрестности омега Тогда Тогда Два утверждения Первое утверждение r-функций r-функций Представленных в указанном миноре r-тово порядка Ведь понятно, что такое минор р-тово порядка Мы берем какие-то r-строк матрицы, r-столбцов Это и будет якобиан тех функций, которые входят в эти строки По тем r-аргументам, которые входят в эти столбцы Тогда r-функций, представленных в указанном миноре r-тово порядка Независимы в омега Независимы в омега И второе утверждение Остальные А сколько остальных? m-r-функций Зависят от указанных r-функций А тех, которые в первом утверждении Зависят от указанных r-функций Ну, в некоторой окрестности Нельзя утверждать, что они будут зависеть во всей омега Но, по крайней мере, в некоторой окрестности Омега-1 Содержащиеся в окрестности омега Может быть, и омега-1 совпадает в каких-то случаях со всей омега Но, вообще говоря, утверждение такое, что остальные минус r-функции Зависят от первых r-функций От тех, которые фигурируют в первом утверждении В некоторой окрестности омега-1 Содержащиеся в окрестности омега Ну, если говорить о доказательстве этой теоремы Оно, ну, во-первых, так Скажем следующее Утверждение 1 Утверждение 1 Следует из теоремы 6 Следует из теоремы 6 Прямо вот Если мы оставим только те r-функции Которые входят в этот минор r-порядка И применим к ним теорему 6 Ну, прямо непосредственно по теореме 6 Они независимы А вот вторая часть утверждения Доказательство технически довольно сложное Оно, в общем-то, идейно простое, технически сложное И если его проводить скрупулезно То на это понадобится много времени Ну, целый час, наверное Поэтому Мы ее доказывать не будем Вот эту вторую часть И с вас она тоже спрашиваться не будет Ну, а мы рассмотрим просто пример применения этой теоремы Пример Пример Давайте рассмотрим в качестве примера Те три функции, которые мы уже рассматривали В самом начале этого параграфа Рассмотрим такие функции Y1 равно X1 плюс X2 плюс X3 плюс X4 Y2 равно X1 минус X2 плюс X3 минус X4 И третья функция Y3 равно X1 плюс X3 в квадрате Плюс X2 плюс X4 в квадрате Вот три функции от четырех аргументов Давайте для этих функций составим матрицу А Значит, матрица А Значит, это матрица, у которой будет три строки и четыре столбца В первой строке частные производные функции Вот это у нас функция F1 Ну, понятно, дальше F2 и это F3 Первая строка Это частные производные функции F1 Последовательно по каждому аргументу Совершенно ясно, что частные производные F1 по каждому аргументу чему равны Единицы Так что первая строка будет так разреженно напишем Потому что последняя строка будет более длинной 1, 1, 1, 1 Вторая строка Частные производные второй функции Последовательно по каждому аргументу Ну, очевидно, это будет 1, минус 1, 1, минус 1 Ну и, наконец, третья строка Производные Y3 по X1 Это 2X1 плюс X3 Производные по X2 Это 2X2 плюс X4 В скобочках Производные по X3 2X1 плюс X3 Ну и, наконец, производные по X4 Третьей функции 2 X2 плюс X4 Вот это функциональная матрица Сразу же можно усмотреть, что у нее есть минор второго порядка, отличный от нуля Вот я его выделю Давайте обозначим его Вот M2 Минор второго порядка Равный Единица, 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 минус единица Он равен минус 2 Не равно нулю Ну, покуда строк всего 3 То Максимальный порядок минора у этой матрицы третий Это если мы из четырех столбцов возьмем любые три Они образуют определитель минор третьего порядка Так вот, все миноры третьего порядка Все, условно я так пишу, миноры M3 Тождественно равны нулю В любой области В самом деле, почему? А посмотрите-ка Первый столбец нашей матрицы А В точности совпадает с третьим А второй столбец в точности с четвертым Поэтому, какие бы три столбца мы не взяли Там окажутся два одинаковых столбца Ну, а вы хорошо знаете, что если у определителя два одинаковых столбца Или две одинаковые строки То такой определитель равен нулю Какой же вывод? Значит, по теореме 7 По теореме 7 мы можем применить теорему 7 По теореме 7 Функции у1 и у2 независимы в любой области Независимы в любой области Это функции, которые представлены в нашем вот в этом миноре А функция у3 У3 Зависит От у1 и у2 Вот какой вывод мы можем сделать на основании теоремы 7 Ну, на самом деле, этот пример очень простой И мы его, не зная теоремы 7, решили Ну, точнее так Не зная теоремы 7, мы просто усмотрели Что у3 выражается через у1 и у2 таким образом У3 это одна вторая В скобках у1 в квадрате плюс у2 в квадрате Вот из вида этих функций Нетрудно установить вот это вот соотношение Которое и показывает, что у3 зависит от у1 и у2 в любой области Ну, это в этом примере легко было сделать Поскольку пример простой А в более сложных случаях не удается Вот такую зависимость вывести в аналитическом виде А с помощью теоремы 7 можно сделать вывод Какие функции независимы, какие зависимы Ну, вот, пожалуй, все о зависимости и независимости функций А теперь переходим вот к последнему параграфу главы Параграф 4 Условный экстрему Что же это такое условный экстремум? Ну, мы знаем, что такое обычный экстремум Без всяких эпитетов Ну, точнее, с эпитетом локальный экстремум Это значит, функция имеет, скажем, локальный максимум В какой-то точке В каком случае мы говорим, что там локальный максимум? Если в некоторой окрестности точки Это значение больше, чем значение любой другой точки Из вот некоторой окрестности Ну, и, соответственно, точно так же определяется минимум А вот такой экстремум мы договоримся потом называть безусловным А условный – это когда рассматривается функция каких-то аргументов Но аргументы не являются независимыми Они связаны какими-то соотношениями Мы начнем с примера Итак, начнем с примера Найти экстремумы функции У равно х плюс у При условии Что аргументы х и у Связаны таким соотношением Х и у минус единица Равно нулю Ну, вот так условно мы саму функцию обозначаем Буква f маленькая А вот условия, связывающие х и у Вот функцию из левой части равенства обозначим f большое Ну, и то, и другое зависит от х и у Итак, задача состоит в том Чтобы найти экстремумы функции у равно х плюс у Если бы мы рассматривали х и у как независимые переменные Как вы думаете, у этой функции есть точки локального экстремума? Нету У функции х плюс у Ну, хотя бы потому, что Мы знаем необходимые условия экстремума Равенство нулю частных производных А частные производные у по х и по у равны единице Они нигде в нуль не обращаются Так что, конечно, этой функции Никакого безусловного экстремума нету А вот мы сейчас увидим, что Если наложить вот такое условие Оно называется условие связи Потому что оно связывает между собой аргументы х и у То у этой функции экстремумы есть Но эту задачу можно решить очень просто Давайте из условия связи выразим Ну, например, у через х Итак, из условия связи Я еще раз его напишу Ху минус единица равно нулю Мы получаем у равно единица поделить на х Подставим это выражение для у в формулу для функции Тогда мы получим у равно х плюс 1х Мы получили функцию одной переменной х Причем х уже независимая переменная Х меняется произвольно Ну, экстремумы такой функции мы умеем находить Сначала вычисляем первую производную У штрих Это будет единица Минус единица на х квадрат И приравниваем нулю Получаем две точки Х равно плюс-минус единица Это точки возможного экстремума Вот этой нашей функции Вот давайте ее условно обозначим Ж от х Вот когда мы вместо у подставили единица на х Мы получили функцию одной переменной Ж от х Итак, плюс-минус единица точки возможного экстремума Функции Ж Как установить дальше? А есть там на самом деле экстремумы или нет? Ну, например, можно посмотреть на знак второй производной Значит, Ж 2 штриха от х Ну, от единицы производная 0 От минус единицы на х квадрат Это минус 2 деленное на х куб Минус 2 на х куб А, плюс 2, простите Здесь же минус 1 есть И производная от х квадрат Это минус 2х в минус 3 Что же тогда мы видим? Что Ж 2 штриха от единицы больше нуля А Ж 2 штриха от минус единицы меньше нуля Значит, в точке Х равно единица Функция Ж что имеет? Там первая производная равна нулю Вторая больше нуля Минимум в точке Х равно единица Ж от х имеет минимум Ж от х имеет минимум Локальный минимум А в точке Х равно минус единица Ж от х имеет локальный максимум Там вторая производная меньше нуля Ну вот у этой задачи Мы решили задать Это еще не до конца А теперь вернемся к нашей функции f Значит, х равному При х равном единице Если х равно единице То чему равно у Из условия связи Тоже единицы У равно единице А если х равно минус единице То у тоже минус единица Поэтому окончательный вывод такой В точке М1 В точке М1 С координатами х единица и у единица Функция у равная х плюс у Имеет Что там у нас было Имеет минимум При условии связи Х плюс у Х у минус единица равно нулю А в точке М2 С координатами минус единица Минус единица Эта функция имеет Максимум Ну при том же самом условии связи При том же самом условии связи Ну вот эта задача Как бы проясняет А что такое условный экстремум Но давайте мы еще немножко Об этой задаче поговорим Дело в том, что она допускает Наглядную геометрическую иллюстрацию Смотрите Мы рассматриваем нашу функцию На плоскости х и у Это функция двух аргументов Х и у Давайте нарисуем оси координат х и у И давайте изобразим То множество точек Которые удовлетворяют условию связи Х и у минус единица равно нулю Или у равно единице на х Что это за линия на плоскости х и у? Ну это не что иное, как С такой линией вы еще по школе знакомы Гипербола, так ведь? Итак Гипербола у него две ветви Вот одна ветвь в первой четверти В первом квадранте Другая ветвь в третьем квадранте Значит вот выделенные жирно Это Игрек 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 Минус единица равно нулю Значит Мы находим Экстремумы нашей функции По отношению не ко всем точкам плоскости А по отношению только к точкам Лежащим на этих гиперболах А Чтобы увидеть Почему там в точке 1 на 1 минимум А в точке минус 1 на 1 максимум Давайте мы проведем так называемые линии уровня нашей функции Значит Наша функция У равно х плюс у Что такое линии уровня функции? Это линии, на которых функция сохраняет постоянное значение Значит Х плюс у Равно с Равно константе Это линия, на которой у равно с Постоянное значение имеет Проведем семейство этих линий Ну вот Линия х плюс у Равно нулю Значит вот здесь с равно нулю Если мы начнем поднимать эту прямую А все эти линии, понятно, параллельны друг другу То в какой-то момент Эта линия станет касательной гиперболи И нетрудно сообразить в силу симметрии Что это и будет точка М1 Да, М1 С координатами 1,1 Здесь с равно Х плюс у Равно константе Точка М1 с координатами 1,1 на этой линии Значит с равно 2 Если мы возьмем какую-то линию между этими двумя То здесь с больше нуля меньше двух Если возьмем любую линию выше Проходя выше точки М1 То здесь с больше двух Что же получается? Если мы рассматриваем нашу функцию Х плюс у Только на гиперболе То мы видим В этой точке у нее значение 2 А во всех других точках Остальные части гиперболы Ну кроме вот этой точки Пересекают линии, где С больше двух То есть наглядно видно Что в точке М1 В точке М1 Что мы имеем? У в точке М1 Равно двум И это минимальное значение По отношению ко всем остальным точкам гиперболы По отношению ко всем остальным точкам гиперболы Совершенно аналогично Вот здесь Сами можете Внимательно посмотреть Что в точке М2 Будет наибольшее значение Оно равно минус двум Кстати ничего страшного нет Что получается Что вот это вот минимальное значение 2 А это максимальное минус 2 Потому что это же локальный максимум и минимум Это локальный минимум по отношению к точкам из некоторой окрестностей этой точки. Нельзя взять ее очень большую, нельзя захватить вот эту часть гиперболы. По отношению к тем точкам гиперболы, которые лежат в некоторой окрестностях с точки М1, это действительно наименьшее значение среди всех других точек гиперболы. Но точно так же здесь. Здесь функция будет иметь наибольшее значение, минус 2 по отношению к остальным точкам гиперболы. Ну а теперь перейдем к общей постановке задачи об условном экстремуме. Итак, это мы рассмотрели пример, он показывает нам суть названия условный экстремум. А теперь переходим к общей постановке. Рассмотрим функцию у равно f от x1 и так далее xn, обозначим ее номером 1. При условии, что аргументы x1 и так далее xn связаны следующими соотношениями. Их будет m штук. f большое первое от x1 и так далее xn равно 0 и так далее fm от x1 и так далее xn равно 0. Вот имеется m штук соотношений, которые мы знумеруем 2. Ну как вы думаете, число этих соотношений, m штук, по отношению к числу переменных, каким должно быть? Больше n или меньше n? Ну понятно, что m должно быть меньше n, чтобы у нас были какие-то степени свободы. m меньше n. Соотношения 2 называются условиями связи. Соотношения 2 называются условиями связи. Теперь дадим определение, что значит наша функция 1 имеет в некоторой точке условный экстремум при условиях связи 2. Значит, пусть координаты точки m0, обозначимых x1 с нуликом и так далее xn с нуликом, удовлетворяют системе уравнений 2. То есть эта точка удовлетворяет условиям связи. Ну вот, мы часто будем, говоря об общем случае, оперировать к этому примеру и сопоставлять. Значит, вот здесь у нас функция u равна x плюс y, а условия связи здесь всего одна функция. Вот не случайно мы вот эту функцию обозначили f маленькая, а вот условия связи, вот оно, вот эту функцию обозначили f большое. Здесь всего одно условие связи. Итак, пусть функция m0 удовлетворяет условиям связи 2. Определение. Говорят, что функция 1, вот это наши исходные функции u равно f малому, говорят, что функция 1 имеет в точке m0 условный минимум, в скобках напишем максимум, то есть, как это часто мы делаем, дадим сразу определение того и другого. Значит, говорят, что функция 1 имеет в точке m0 условный минимум, в скобках максимум, если существует окрестность точки m0, в которой для любой точки m с координацией, координатами x1 и так далее xn, для любой точки m. координаты, которые удовлетворяют уравнением 2, ну, а мы иногда для каракаси будем говорить, что точка удовлетворяет уравнением 2. Значит, для любой точки m удовлетворяющей системе уравнений 2 и отличной от точки m0, выполняется неравенство f от m больше, чем f от m0. Ну, значит, в точке m0 минимум. В скобочках f от m меньше, чем f от m0. Это для максимума. Ну, тем самым понятно, что, так же, как в этом примере, что в точке m0 функция имеет, соответственно, минимальное или максимальное значение, но по отношению не ко всем вообще точкам из какой-то окрестности, а только по отношению к тем точкам m, которые также удовлетворяют условия m2. На геометрическом языке в нашем примере это означает, что мы ищем экстремумы нашей функции не во всех точках плоскости, а только в точках, координаты которых удовлетворяют уравнению xy минус 1 равно 0, то есть в точках гиперболы. То есть ищем минимальное и максимальное значение функции, если мы рассматриваем ее только на гиперболе. Вот определение условного минимума и условного максимума. Мы рассмотрим два метода, так и сделаем такой подзаголовок, два метода решения задачи об условном экстремуме. Два метода решения задачи об условном экстремуме. Первый метод – это будет такой метод, каким мы воспользовались в нашем примере. Поэтому назовем его так. Значит, первый метод. Первый метод. В скобках можно написать. Сведение к задаче о безусловном экстремуме. Сведение к задаче о безусловном экстремуме. Значит, как мы решили в нашем примере задачу? У нас условие связи было весьма простое. Мы выразили один из аргументов, а именно y через x, подставили в выражение для функции, получили функцию уже не двух, а одного аргумента. И уже вот эту функцию g от x. И исследовали ее на безусловный, ну безусловно, значит, обычный экстремум без всяких условий. То же самое можно сделать и здесь. Если удастся выразить из системы 2, а здесь число уравнений меньше, чем число переменных, какие-то аргументы через остальные, и затем подставить их в выражение для функции, то мы и сведем задачу к задаче о безусловном экстремуме. Ну давайте об этом поговорим несколько подробнее. Во-первых, когда можно выразить какие-то аргументы m штук из этой системы через остальные? А здесь у нас была теорема 5 о неявных функциях, определяемых системой уравнений. Вот это мы потребуем. Пусть выполнены условия теоремы 5 о неявных функциях. Пусть выполнены условия теоремы 5 о неявных функциях. Я сейчас напомню эти условия. Значит, таких условий было три. Первое условие. Функции f1 и так далее fm, f1 большой, f большой m, то есть те функции, которые входят в левые части уравнений системы 2. Пусть эти функции дифференцируемы. Ну, в некоторой окрестности омега точки m0 с координатами x1 с нуликом и так далее, xn с нуликом. Второе условие. Нужно, чтобы один из дикобианов этих функций по каким-то m аргументам был отличен в точке m0 от нуля. Мы для простоты, для определенности, как говорят, возьмем первым аргументам. Значит, частные производные. Частные производные. d, f, i, t, по d, x, j, t, i и j пробегают значения от 1 до m. То есть мы берем частные производные всех наших функций от 1 до m, но по первым mx. Непрерывные в точке m0. Непрерывные в точке m0. И, наконец, третье условие. В самой точке m0 уравнения выполняются. Значит, f1 большое в точке m0 равно нулю. И так далее. f большое m в точке m0 равно нулю. А вот никобиан, мы его записывали так. d большое f1 и так далее fm по d x1 и так далее xm взятой в точке m0 не равен нулю. Ну вот если эти условия выполнены, тогда, тогда, вот в силу этой самой теоремы 5, тогда в некотором параллелепипедику, в некотором параллелепипедику, содержащемся в окрестности омега, система уравнений 2 имеет единственное решение относительно первых mx, относительно x1 и так далее xm. Значит, тогда, вот по этой самой теореме 5, в некотором параллелепипедику, содержащемся в окрестности омега, система 2 имеет единственное решение относительно x1 и так далее xm. Давайте это решение запишем так. x1 равно f1. От чего эти первые mx будут зависеть? От оставшихся x. То есть φ1 от xm плюс 1 и так далее xn и так далее xm равно φm от аргументов x с номером m плюс 1 и так далее x с номером m. Давайте вот эти вот условия, чтобы на них ссылаться, вот эти три условия теоремы 5, обозначим цифрой 3. А вот эти функции, понятно, что это и есть неявные функции, определяемые системой уравнений 2. Значит, функции 4 – это неявные функции. Причем, φ1 и так далее φm – это дифференцируемые функции. Это, опять же, утверждение теоремы 5. Ну и еще, если мы берем φ1 в точке m нулевое штрих, то есть под m нулевое штрих мы понимаем точку с координатами xm плюс 1 с нуликом и так далее xn с нуликом, то чему это равно? А это равно x1 в точке m нуль, то есть x1 с нуликом и так далее. То же самое для всех остальных функций до m, то есть φm в точке m нуль штрих равно xm с нуликом. Мы знаем хорошо с вами, что отнюдь не всегда эти неявные функции можно выразить в явном виде. В каких-то простых случаях, как, скажем, в этом примере, вот мы этой неявной функции, у нас y равная 1 на x. Это и была функция φ от x. Она всего одна, поскольку всего одно уравнение связи. Здесь можно. Но иногда все-таки можно. Так вот, первый метод основан на том, что можно найти эти неявные функции. Итак, напишем. Если удаётся найти неявные функции 4 в явном виде, то, подставляя их в формулу 1, 1, подставляя их в формулу 1, получим функцию u равную f. Значит, вместо x1 мы подставляем функцию φ1 от xm плюс 1 и так далее, xn и так далее. Вместо xm подставляет функцию φm. Я просто многоточием обозначу от тех же аргументов. Дальше здесь шли свои аргументы у функции f. xm плюс 1 и так далее, xn. Понятно, что это функция. Значит, мы подставили первые mx как функции 4 от остальных x. Подставили выражение для функции f. Это получилась функция, сложная функция. Только от x, начиная с m плюс 1 до xn. Так что мы это обозначим. g, вот так же, как у нас там, когда мы подставили вместо y, подставили единицу на x, то x плюс y стало равно x плюс 1x. Мы там где-то обозначили, вон там наверху, вот, эту функцию g от x. Также и здесь мы обозначим ее g. От каких аргументов? От аргументов x с номером m плюс 1 и так далее, xn. Обозначим эту функцию 5. Ну а теперь мы скажем так. Если функция 5 имеет в точке, то есть функция g, имеет в точке m0 штрих, имеет в точке m0 штрих с координатами x, m плюс 1 с нуликом и так далее, xn с нуликом, безусловный экстремум, безусловный экстремум, то функция 1 имеет в точке m0 условный экстремум при условиях связи 2. То функция 1 имеет в точке m0 условный экстремум при условиях связи 2. Ну понятно почему. Значит, вот система уравнений 2 при условиях 3 в теореме о неявных функциях имеет в параллелепипедику единственное решение, вот такое. Значит, фактически это означает, что условия 2 в параллелепипедику эквивалентны вот этим условиям. Только условия 2 как бы не разрешенные относительно х, а это условия разрешенные. Ну, если обратиться к этому примеру, то понятно, что уравнение xy-1 равно 0, эквивалентно уравнению y равно 1 на x. Ну и тем самым, подставив вот эти выражения, если их удается найти в явном виде, подставив эти функции в формулу 1, мы сводим вопрос об условном экстремуме нашей исходной функции к вопросу об условном экстремуме функции g. Ну, давайте тем самым, как бы завершая этот пункт, скажем, таким образом, таким образом, вопрос об условном экстремуме функции 1 при условиях связи 2, таким образом, вопрос об условном экстремуме функции 1 при условиях связи 2 сводится в параллелепипедику в параллелепипедику к вопросу о безусловном экстремуме функции 5, функции g. Сводится к вопросу о безусловном экстремуме в параллелепипедику именно, там, где у нас существует вот это решение 4. 4 сводится в параллелепипедику к вопросу о безусловном экстремуме функции 5. Ну, можно поставить, если выполнено условие 3, конечно, если выполнено условие 3. Ну, именно этот прием был использован в рассмотренном примере. Мы выразили из условия связи одно переменное через другое, y через x, ну и дальше свели задачу к задаче о безусловном экстремуме. Вот это первый метод. Ну, а, как мы знаем, вот эти функции неявные в явном виде удается найти отнюдь не всегда. И если их не удается найти, но они есть, они существуют, то есть условия 3 выполнены, то, оказывается, есть метод, позволяющий в этом случае, не зная явных выражений для неявных функций, находить точки условного экстремума. Это так называемый метод Лагранжа. Ну, вы знаете, не впервые у нас в матанализе встречается фамилия Лагранжа. Это был один из тех корифеев, которые внесли достойный вклад в становление, в развитие математического анализа. Мы знаем, например, формулу Лагранжа конечных превращений. Ну и не меньшее число раз фамилия Лагранжа встречается в физике, в частности, в теоретической механике. Итак, второй метод – метод Лагранжа. Можно сразу же постулировать, что в этом методе не используются явные выражения для неявных функций 4. Тем более, что мы можем и не иметь этих явных выражений. Но по-прежнему считаем, что выполнены условия 3, и значит, неявные функции 4 существуют. То есть сам факт существования этих функций будет нами использоваться. А вот явные выражения нам не понадобятся. Итак, в этом методе не будут использоваться, нам не понадобятся явные выражения для неявных функций 4, хотя по-прежнему считаем, что выполнены условия 3, и значит, эти неявные функции существуют. Значит, метод Лагранжа заключается вот в чем. Введем так называемую функцию Лагранжа. Введем так называемую функцию Лагранжа. Ну, мы ее обозначим, значит, в русском алфавите это функция F, но мы считаем, что это греческая буква Фи большое. Фи от М равно нашей исходной функции Ф от М, это функция 1, а дальше плюс, сейчас я ее напишу, линейная комбинация функций Ф первое большое и так далее, ФМ-Т большое, входящих в систему 2. Плюс лямбда 1 на Ф большое первое от М, плюс и так далее, плюс лямбда М на Ф большое М от точки М. Ну, понятно, точка М это точка с координатами Х1 и так далее, ХН. Где, ну, что такое Ф маленькая, что такое функция Ф первое большое, ФН, Т большое, это понятно, это те функции, которые нам изначально заданы, а лямбда 1 и так далее, и лямбда М пока произвольные числа. Пока произвольные числа. Они называются коэффициентами Лагранжа. Или множители Лагранжа. Они называются множители Лагранжа. Теперь отметим такой факт. Отметим, отметим, что в точках М с такими координатами, вот если в качестве Х1 мы возьмем ту самую неявную функцию Фи1, ну, от Х, М плюс 1 и так далее, ХН, запятая, вместо ХМ возьмем ФиМ от тех же аргументов, дальше идут свои координаты, ХМ плюс 1 и так далее, ХН. Значит, отметим, что в точках М, удовлетворяющих условиям связи 2, понятно, если мы берем в качестве Х1 и так далее, ХМ, вот эти самые неявные функции, то это и будет решение системы 2. Отметим, что в точках М, удовлетворяющих условиям связи 2, наша функция Лагранжа ФиАТМ равна, но в этих точках удовлетворяются условиям связи, значит, Ф1 равно 0 и так далее, ФМТ равно 0, остается только Ф маленькая в точке М. Ну и это будет, если мы подставляем вместо первых МХ вот эти неявные функции, то, как мы только что писали, это получается функция Ж от М штрих. Значит, еще раз напоминаю, что М штрих – это точка с меньшим числом координат от ХМ плюс 1 до ХН-го, то есть это точка из пространства R размерности Н минус М. Ну, таким образом, вот мы сейчас перепишем, ну, давайте сначала скажем так, итак, смотрите, в точках, удовлетворяющих условиям связи, функция Лагранжа в точности равна нашей исходной функции в этих точках. И тем самым, что можно сказать, не будем даже этого записывать, но тем самым можно сказать, что, поскольку мы ищем экстремумы функции в отношении точек удовлетворяющих условиям связи, что вопрос об условном экстремуме функции Ф и об условном экстремуме функции Лагранжа, раз они совпадают в этих точках, эквивалентные вопросы. Ну, а из этого равенства нам понадобится в дальнейшем вот что. Таким образом, G я напишу, удобно написать в координатах. Вот наша функция G от X, M плюс первого и так далее, X, N, это функция Лагранжа Фи от аргументов Фи 1 от X, M плюс первого и так далее, X, N, и так далее, Фи M от тех же аргументов, X, M плюс первая, запятая и так далее, X, N. Ну, и занумеруем эту формулу 6, она нам потом понадобится. Теперь выведем необходимые условия, необходимые условия, в скобках, по Лагранжу, выведем необходимые условия по Лагранжу условного экстремума, условного экстремума функции 1 при условиях 2 в точке M0. Выведем необходимые условия, в скобках, по Лагранжу условного экстремума функции 1 при условиях связи 2 в точке M0. Ну, еще раз напишем, что точка M0 в точке M0 это точка с координатами Фи 1 от M0 штрих и так далее, Фи M от M0 штрих, X, M плюс первая с нуликом и так далее, X, N с нуликом. Ну, и чтобы мы не забывали, я напомню, M0 штрих это точка с координатами X, M плюс первая с нуликом и так далее, X, N с нуликом. Пусть функция F маленькая, пусть функция 1, проще сказать, пусть функция 1 дифференцируема в точке M0, дифференцируема в точке M0 и имеет в этой точке условный экстремум при условиях 2. Пусть функция 1 дифференцируема в точке M0 и имеет в этой точке условный экстремум при условиях 2. теперь посмотрите, но в точках, удовлетворяющих условия M2 функция F совпадает с функцией F. Тогда и функция F, тогда и функция F, вот она, дифференцируема в точке M0, дифференцируема в точке M0, то есть функция Лагранжа F, дифференцируема в точке M0 и имеет в этой точке условный экстремум при условиях 2. запятая. А функция G от M' дифференцируема в точке M0' и имеет в этой точке безусловный экстремум. Имеет в этой точке безусловный экстремум. Ну, мы хотим вывести необходимые условия условного экстремума. Что это значит? Что нам дано, а что надо вывести? Значит, дано, что он там есть. Вот мы и сказали, пусть функция F имеет условный экстремум. Ну, а покуда он будет связан с дифференциалами, то мы потребовали еще, чтобы функция F была дифференцируемой. Функции F, большое первое и так далее, Fn, они и так у нас дифференцируемы, поскольку мы сказали, пусть выполнено условие 3. Значит, из того, что функция F дифференцируема в точке M0', то и функция F фи дифференцируема. Если она имеет условный экстремум в точке M0, то и эта имеет точке M0 условный экстремум, а значит, вот эта функция, об этом уже не раз мы говорили, имеет в точке M0' безусловный экстремум. Необходимым условием, необходимым условием, или тогда выполнено, следовательно, выполнено условие. Дифференциал функции G в точке M0' равен нулю. Значит, раз функция G имеет безусловный экстремум, а для безусловного экстремума мы знаем необходимые условия, безусловного экстремума дифференцируемой функции, равенство нулю в этой точке первого дифференциала. Это равенство, это равенство в силу 6, это равенство в силу 6, а в силу 6, смотрите, функция G наша выражается через функцию F вот таким образом. Значит, это равенство в силу 6. Можно записать в виде. Можно записать в виде. Ну и помним еще, что форма первого дифференциала инвариантна. Значит, можно записать в виде. dфи большое по dx первое в точке M0 на dx первое плюс и так далее, плюс дфи большое по dx mt в точке M0 на dx mt плюс дфи по dx m плюс первое в точке M0 на dx m плюс первое плюс и так далее, плюс дфи по dx nt в точке M0 на dx n равно нулю, равенство 7. Где что есть что? Где dx m плюс первое и так далее, dx n это дифференциалы независимых переменных, ведь когда мы считаем, что неявные функции существуют, значит, x первое это вот такая неявная функция фи один от независимых переменных x с M плюс первого до x n то же самое и все остальные фи. Значит, dx m плюс первое и dx n это дифференциалы независимых переменных, а dx и t dx и t это дифференциалы функции фи и t в точке M0' для i от единицы и до m. То есть в формуле 6 первые m слагаемых они имеют такой смысл вот dx первое и так далее, dx mt это дифференциалы ну, совершенно понятно. x первое у нас в выражении для функции фи это фи первое и так далее, x mt это фи mt а вот начиная с M плюс первого номера это независимые переменные. А теперь мы покажем вот что, докажем. Обратите внимание, пока у нас, когда мы ввели нашу функцию Лагранжа, вот эти числа λ1 и так далее и λ2 и множество Лагранжа пока произвольные. А вот сейчас мы их выберем. Докажем, что множители λ1 и так далее и λm можно выбрать так, можно выбрать так, что будут выполнены равенства. дфи по dx1 в точке M0 равно 0 и так далее, дфи по dxm в точке M0 равно 0, равенство 8. Итак, докажем, что вот эти пока произвольные числа можно так выбрать, что вот производные функции π, то есть вот эти сомножители первые M штук производных будут равны в точке M0 0. Давайте запишем эти равенства в развернутом виде. Вот у нас функция φ, вот она, вот она. Запишем равенство 8 в развернутом виде. Что такое dφ по dx1? Смотрим на выражение для функции φ. Это df маленькая по dx1 в точке M0 плюс лямбда 1 df большое первое по dx1 в точке M0 плюс и так далее, плюс лямбда m df1 dfm, простите, там последнее слагаемое в большое m, dfm по dx1 в точке M0 равно 0 и так далее. Это я записал первое равенство в развернутом виде и так далее. df по dxm в точке M0 плюс df плюс лямбда 1 df большое первое по dxm в точке M0 плюс и так далее, плюс лямбда m df большое m по dxm в точке M0 равно 0. Итак, равенство 8 в развернутом виде с учетом вида функции φ функции Лагранжа записывается вот так. Что же это такое? Получилась система M линейных уравнений относительно лямбда 1 и так далее лямбда m ведь, посмотрите, все производные берутся в точке M0. Это числа. Значит, неизвестные здесь лямбда 1 и так далее и лямбда m. Они входят в первых степенях. Это система M линейных уравнений относительно вот этих лямбда 1 и так далее и лямбда m. Определитель, который определитель, который смотрите, определитель будет состоять вот из этих частных производных. Совершенно очевидно, если мы посмотрим, вот у нас там было условие 3, в это условие 3 входило неравенство. Дикобиан, df1 и так далее fm по вот этим первым mx в точке M0 не равен 0. Но что представляет собой этот дикобиан? Его первая строчка это производные функции в большое первое строка по x1 и так далее xm в точке M0. А здесь производные функции f1 по очереди по x1 и так далее образуют столбец. И точно так же остальные. Поэтому определитель, который вот этой системы является транспонированным, если мы строки и столбцы меняем ролями, то как это называется операция? Транспонирование. Определитель, который является транспонированным по отношению к якобиану d F1 и так далее Fm по d x1 и так далее xm в точке M0 не равному 0 в силу условия 3. В силу 3. Ну, а мы хорошо знаем, если определитель системы не равен 0, то система имеет единственное решение. Следовательно, данная система имеет единственное решение относительно λ1 и так далее и λm. ну, взяв в качестве λ1 и так далее λm это решение, взяв в качестве λ1 и так далее и λm это решение, получим вполне определенную функцию Лагранжа, удовлетворяющую лямбды были произвольными числами, а теперь мы их выбрали однозначно. Итак, взяв в качестве λ1 и так далее это решение, получим вполне определенную функцию Лагранжа, удовлетворяющую условием 8. Удовлетворяющую условием 8. Ну, а раз первые m безобразие отключилось, а раз первые m частных производных равны нулю, вот, к сожалению, формула 7 уехала, посмотрите, она у вас записана, то первые m слагаемых в равенстве 7 обращаются в 0. Значит, в силу 8 равенство 7 принимает вид. В силу 8 равенство 7 принимает вид. dφ по dx m плюс первому остаются только последние слагаемые в точке m0 на dx m плюс первое плюс и так далее плюс dφ по dx n в точке m0 на dx n равно 0 равенство 9 равенство 9 но обратите внимание здесь множители dx m плюс первое dx n это дифференциалы независимых переменных как мы отмечали это а что такое дифференциал независимых переменных это приращение которое мы каким хотим каким хотим задать таким и зададим давайте возьмем например dx m плюс первое отличным от нуля а все остальные dx m плюс второе dx n равными нулю вот эти слагаемые пропадут останется первое оно равно нулю dx m плюс первое мы взяли неравным нулю значит дфи по dx m плюс первое равно нулю в точке m0 и так отсюда следует так как можно так написать так как dx m плюс первое и так далее dx n дифференциалы независимых переменных так как dx m плюс первое и так далее и dx n дифференциалы независимых переменных то из равенства 9 следует то из равенства 9 следует что дфи по dx m плюс 1 в точке m0 равно 0, и так далее, dφ по dx n в точке m0 равно 0, равенство 10. Значит, смотрите, что получилось. Мы выбрали числа лямбда так, что первые m штук частных производных по x1 и так далее, по xm нашей функции Лагранжа равны 0. Но тогда сразу же автоматически оказалось, что и остальные частные производные первого порядка функции φ в точке m0 равны 0. Это и есть по существу необходимые условия. Значит, таким образом, наше рассуждение приводит к следующей теореме. Таким образом, наше рассуждение приводит к следующей теореме. Теорема 8. В скобках можно писать. Необходимое по Лагранжу условие условного экстремума. Необходимое по Лагранжу условие условного экстремума. Ну вот часто мы сначала теорем формулируем, потом ее доказываем. А здесь вот мы провели некие рассуждения, а по существу мы вот что доказали. Если функция f малая, наша исходная функция от m дифференцируема в точке m0 и имеет в этой точке условный экстремум при условиях 2. И имеет в этой точке условный экстремум при условиях 2. И если выполнено условие 3, это было важно, потому что нам нужны были не явные функции, не их явный вид, а само существование. Итак, если функция в этом дифференцируем с точкой m0 и имеет в этой точке условный экстремум при условиях 2. И если выполнено условие 3, то существует функция Лагранжа φ равная f малая плюс лямбда 1 f большое 1 плюс и так далее, плюс лямбда m fm. То есть можно было бы, значит, сказать, что существуют такие лямбды. Ну, значит, мы говорим так. То существует функция Лагранжа φ, которая удовлетворяет в точке m0 условиям 8 и 10. Которая удовлетворяет в точке m0 условиям 8 и 10. Ну, а условия 8 и 10 давайте объединим. То есть dφ по dx и тая в точке m0 равно 0 для всех i от 1 и до n. Вот объединенные вместе 8 и 10 обозначим 11. Вот такое необходимое условие по Лагранжу условного экстремума. Ну, надо сказать так. Вот мне, к сожалению, много раз приходилось встречаться. Вот достался кому-то на экзамене вопрос необходимое условие условного экстремума. Ну, чего-то там человек написал. Я говорю, давайте так. Всю предысторию отбрасываем. Сформулируйте это в виде теоремы. Почему-то очень часто вот сформулировать в виде теоремы вызывает затруднения. Вот она, формулировка. Если раз речь о необходимом условии, значит, он есть условный экстремум. Но, кроме того, раз речь идет у производных, значит, требуем дифференцируемость функции. Итак, если функция f, наша исходная функция f от m, дифференцируема в точке m0, и в этой точке она имеет условный экстремум. И если выполнено вот условие 3, которые обеспечивают существование неявных функций, то, другими словами, можно так сказать, можно так выбрать вот эти числа лямбда и получить тем самым такую функцию Лагранжа, φ, с этими числами, у которой все частные производные в точке m0 равны нулю. Зачем нужно это условие? Оно нужно вот для чего. Вот когда мы говорили о безусловном экстремуме, необходимое условие безусловного экстремума равенство нулю дифференциала, обычного дифференциала в точке m0. То есть равенство нулю всех частных производных. Поэтому дальше что делалось? Вот дана функция, вычисляем ее частной производной, и все приравниваем нулю. То есть по существу приравниваем нулю дифференциал первой, дифференциал функции. Находим точки возможного экстремума. Вот также и это необходимое условие позволяет сформулировать такой метод. Давайте так напишем. Доказанная теорема Ну, определяет следующий метод отыскания точек условного экстремума функции 1 при условиях 2. Значит, доказанная теорема определяет следующий метод отыскания точек условного экстремума. Можно вместо слова метод, может быть, даже лучше было сказать алгоритм, то есть последовательность действий. Определяет следующий алгоритм. Составляем нахождение точек условного экстремума функции 1 при условиях 2. Составляем, пишем дальше так, составляем функцию Лагранжа, еще раз ее перепишем, вот эта формула, φ от m равная φ от m плюс λ1f большое первое от m плюс так далее, плюс λm f большое mt от m. Составляем функцию Лагранжа и рассматриваем систему уравнений, состоящую из равенств 2 и 11. Сейчас мы ее напишем. И рассматриваем систему уравнений, состоящую из равенств 2 и 11. 2 – это наши условия связи. Я коротко напишу f большое первое равно нулю и так далее. f большое mt равно нулю, а 11 – это dφ по dx1 равно нулю и так далее, dφ по dxm равно нулю. Это система уравнений 12. n, конечно, спасибо, по dxn, в 11 же по всем аргументам. Давайте сосчитаем, сколько здесь уравнений. Вот здесь m штук уравнений, m уравнений, а здесь n уравнений. n уравнений. Значит, система 12 – это система m плюс n уравнений относительно… А давайте сообразим. Относительно скольких неизвестных? у нас n штук x-ов неизвестных и m штук лямбда. Значит, относительно m плюс n неизвестных, лямбда 1 и так далее, лямбда m, x1 и так далее, xn. То есть замечательно то, что мы получаем систему стольких же уравнений, сколько неизвестных, как говорят, замкнутую систему. Пусть система 12 имеет решение. Пусть система 12 имеет решение. Давайте так его обозначим. Лямбда 1 с нуликом и так далее, лямбда m с нуликом, x1 с нуликом и так далее, xn с нуликом. Конечно, у него может быть несколько решений, и часто так и бывает, но мы берем какое-то одно. Вот пусть эта система имеет вот такое решение. Тогда, тогда, для функции Лагранжа φ равны f малая плюс лямбда 1 с нуликом f большое первое, плюс и так далее, плюс лямбда m с нуликом f большое mt, то есть для функции Лагранжа уже с этими вполне определенными числами. Раньше, когда мы составляли функцию Лагранжа, эти числа пока были неизвестны. Мы их теперь нашли из этой системы 12. Итак, тогда вот для этой функции Лагранжа в точке m0 с координатами вот с этими самыми x1 с нуликом и так далее, xn с нуликом выполнены равенства 11. Выполнено равенство 11. А равенство 11 это стерли мы их уже, не сохранились. Но неважно, это объединение равенства 11. Ну давайте напишем еще раз. dφ по dx и тому в точке m0 равно нулю для всех i от 1 и до n выполнено равенство 11. А это и было необходимое условие. То есть в точке m0 выполнено необходимое по Лагранжу условие условного экстремума функции 1 при условиях 2. То есть в точке m0 выполнено необходимое по Лагранжу условие условного экстремума функции 1 при условиях 2. То есть здесь полная аналогия с тем, что мы имели дело для безусловного экстремума. Исходя из необходимого условия безусловного экстремума мы получали точки возможного экстремума. Теперь возникает вопрос. А как определить на самом деле будет в этой точке условный экстремум или нет? А это можно сделать вот как. Давайте так и напишем. Чтобы определить имеет ли функция 1 в точке m0 условный экстремум имеет ли функция 1 в точке m0 условный экстремум воспользуемся тем воспользуемся тем что вопрос об условном экстремуме функции 1 то есть функция f маленькая воспользуемся тем что вопрос об условном экстремуме функции 1 в точке m0 эквивалентен эквивалентен вопросу о безусловном экстремуме функции g от m штрих от m штрих в точке m0 штрих с координатами x m плюс 1 с нуликом и так далее xn с нуликом мы уже об этом неоднократно сегодня говорили эквивалентен вопросу о безусловном экстремуме для того чтобы функция g от m штрих имела безусловный экстремум в точке m0 штрих для того чтобы функция g от m штрих имела безусловный экстремум в точке m0 штрих требуется или достаточно достаточно чтобы второй дифференциал d2g в точке m0 штрих равный а чем является второй дифференциал мы много раз об этом говорили это квадратичная форма относительно дифференциалов независимых переменных это есть q а функция g от m штрих зависит от только последних x с номерами от m плюс 1 до xn значит это q от dx m плюс 1 и так далее dx n чтобы второй дифференциал то есть вот эта квадратичная форма квадратичная форма чтобы эта квадратичная форма была знака определенной чтобы эта квадратичная форма была знака определенной если эта квадратичная форма q знака определенная если эта квадратичная форма знака определенная то функция g от m штрих имеет в точке m0 штрих Безусловный экстремум. И значит, функция 1, то есть наша функция f малая, имеет в точке m0 условный экстремум при условиях связи 2. Итак, если это квадратичная форма, знака определенная, то функция g от m штрих имеет в точке m0 штрих безусловный экстремум. и, значит, функция 1, то есть функция f маленькая, имеет в точке m0 условную экстремум при условиях 2. А если это квадратичная форма знака переменная, то экстремума нет. А если это квадратичная форма знака переменная, то экстремума нет. Это и есть достаточное условие условного экстремума в точке m0. Это и есть достаточное условие условного экстрема функции f малая в точке m0 при условиях 2. Но тут возникает вот какой вопрос. А как вычислить эту квадратичную форму? Ведь функция g, посмотрите, вот на формулу 5, функция g выражается через нашу функцию f малая, если мы вместо x первых m штук подставим вот те самые неявные функции 4, про которые мы сказали, что нам не понадобятся явные выражения. А вроде бы получается так, чтобы найти второй дифференциал этой функции, нужно знать эти явные выражения. Но есть способ нахождения второго дифференциала d2g в точке 0, то есть способ вычисления этой квадратичной формы, не зная явных выражений для неявных функций. Поэтому по существу мы уже ответили на вопросы о том, каково необходимое по Лагранже условие условного экстрема и кого достаточное условие. Но пока это достаточное условие связано со вторым дифференциалом функции g, которая на первый взгляд выражается через неявные функции, для которых мы не имеем явных выражений. Поэтому встает вопрос о вычислении этой квадратичной формы. Значит, сделаем подзаголовок для начала следующей лекции. Вычисление квадратичной формы q от dxm плюс 1 и так далее dxn. Ну вот уже теперь эта суббота не наша, не матанализная, а в следующий четверг мы начнем с того, что вычислим. Ну я вам советую, на семинарах, наверное, уже это было, да? Мы немножко отцем от семинаров. Но тем не менее, как бы вот, как это в общей теории, не просто в конкретных примерах, а как вот в общей теории, вот в продолжении того, что мы сегодня делали, как вычислить эту квадратичную форму, не зная явных выражений для неявной функции, ну об этом можно прочитать, ну и, наверное, в любом учебнике анализа, ну и в том числе вот в моих лекциях по матанализу. Желательно, конечно, чтобы вы это посмотрели. Ну а с этого мы начнем. Ну это займет у нас не больше первой половины лекции. И дальше, наконец, мы от дифференциального исчисления функций многих переменных перейдем к интегральному. Мы начнем рассматривать кратные интегралы, двойные, тройные, а потом криволинейные, поверхностные. Так что большая часть оставшихся лекций будет посвящена уже второй части интегральному исчислению. Продолжение следует...